В городе Куско мы ходили в монастырь Святой Каталины, нам он очень понравился. И когда мы приехали в Арикипу, мы обнаружили, что здесь тоже есть действующий женский монастырь и тоже Святой Каталины, и мы в него сходили. Это монастырь Святой Каталины, снаружи, сейчас мы пойдем внутрь. Вот над аркой фреска самой этой Святой Каталины. Тук-тук, открывайте. Этот монастырь ошеломил меня своими разноцветными стенами. Посмотрите, какая насыщенная краска. Вот такая красота в этом монастыре. Сейчас пойдем его осматривать. Вот один из двориков. Прелесть какая. Говорят, что в этом монастыре раньше было 400 монашек, а сейчас осталось только 18. Но мне кажется, что эти 18 монашек и ухаживают за всеми цветами, которые здесь растут. Вот это была комната. Влад прочитал, что монашки общались со своими родственниками. То есть монашки сидели на скамейках, да? Вот они там были, монашки. А монашки здесь, а родственники там. Монашки здесь, а родственники там. За этими решетками. И вот так вот они общались. Ну как в тюрьме, даже хуже. То есть они их практически не видели через эти двойные решетки. Ну как ты увидишь, двойные решетки, ничего не видно. Голоса только слышно и то, как из подвала. Но зато монахи не могли любоваться на эти великолепные раскрашенные стены. Вот здесь вот в сочетании с арками и голубое небо, и красные вот эти стены, и арки, и синие двери, и цветы разноцветные. Все это выглядит просто потрясающе. А полы, смотрите, из камешков выложены полы. А тут синие такие стены, ну просто, просто улет. А здесь такой восхитительно. Синий цвет. Как синька, которую моя мама добавляла в звезд. Народ ходит и смотрит. Ой, какая красота. Красивая. А ты чего эти? Камешки, а, желобки. А желобки, там что, вода, что ли, в скат? Наверное, да, когда приливают. Вот сверху, смотрите, вот эти трубы. Да, точно, трубы. Трубы вот те сверху торчат, и дождевая вода в желобки ска... 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 Сливается. В этих галереях были такие сводчатые потолки, выложенные кирпичом. Просто красотища. И были нарисованы, видимо, религиозные какие-то сюжеты. Тоже, тоже очень впечатляет. На разные темы. Здесь показана комната одной из монахинь, видимо, высокого сана, потому что отдельная комната. Вот тут вот она как бы молится. Но убранство очень скромное. Вот скамейка, там бюро было. Стул резной. Кровать. В нишах такой. Довольно скромное убранство, но по сравнению с тем, как жили обычные монахини, здесь довольно прилично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, до чего же мне нравится этот синий цвет. В Перу добывается много камней, драгоценных, полудрагоценных. И один из них – ляпис лазурь. Ляпис по-древнегречески – это камень. А лазурь – ну вот такого цвета синего. Вот, кстати, фото такого камня из интернета. Вот. И, видимо, этот камень размельчают в крошку, в порошок, делают из него краску. Вот. Здесь, похоже, кухня монастыря. Дровяная печь. Вот очаг. Это идет труба, закопченная. Кверху. Так, здесь шкафчик для продуктов. Корзины. И вот такой восхитительный вид с синими стенами и прочими элементами. Красота. А вот на этом большом камне с выемкой и вот этим небольшим камнем, видимо, размельчали зерно кукурузу. Еще какие-то зерна, чтобы делать каши из них и печь хлеб. Так, ну а здесь что же мы видим? Это похоже на стиральную машину. Так, вот за ручку туда-сюда, туда-сюда. И там все это стирается. Мне так кажется. Так, еще одна комната с окном, с кроватью. Здесь шкаф, наверное, для всякой всячины. Здесь комод такой стоит красивый. И вот там посуда и всякая другая утварь. О, что я вижу, это же утюжок. Вот это хороший утюжок. Вся-таки тазики медные, похоже. А медь, она опасна для здоровья. Вот еще одна комната. Вот столовая, что ли. Такой вот стол здесь стоит. На трех-четырех человек. Здесь, опять же, кровать. В нише в такой. А здесь тоже ниша такая нарядная. С овечкой. С овечкой. Так, вещи монахинь. Сундучок, крошечки маленькие, крошечные. И там еще фарфоровая или фаянсовая посуда. Ну и здесь тоже красивая посуда, из которой кушали монахини. Здесь написана история создания этого монастыря и еще других монастырей в Арикипе. Всего в Арикипе было пять монастырей. И самый ранний был святого Доминика, основан в 1540 году. А этот в 1579, святой Каталины. Похоже, что здесь похоронная комната, где отпевали или как, не знаю, монашек, которые здесь умерли. Вот там даже портрет одной умершей монашки. Такой вот шкафчик был в одной из монахинь. Симпатичный. Здесь красивая посуда. Так, еще одна кухня с такой печкой. Вот стой. В ней пиццу, наверное, делали или какие-то лепешки. Да. Как здесь классно, все из камня, все. Вот этим камнем, мне кажется, перетирали кукурузу, чтобы муку кукурузную получить. И еще здесь есть сковородка. В этом шкафчике стоят горшки ночные. Ну, вот это ведро слишком красивое для горшка. Ну, что же делать. А вот этот действительно горшок. Ночной. Стеклянный. Так. Здесь вот тоже такая штука. Еще один горшочек. Это для умывания, наверное, умывания. А вот эти тоже горшки. Ночные вазы. Тут я сфотографировала отдельно все предметы, приблизив свой мобильник к стеклу. Вот это похоже на утку. Утку такую под тело подкладывают для лежачих больных. Вот это ведро. Не люблю, когда экспонаты музейные за стеклом, они отсвечивают и плохо видно их. Вот какое все яркое и красивое в солнечный день отличные фотографии. А там еще была так называемая зала Зурбаран. Ну, экспонаты в этой зале мне не понравились, но я все-таки решила вставить их в фильм. Ну, вот это красиво, кстати, убранство. Вот посуда тоже красивая. Но там были вот эти вот игрушки. Ой, я терпеть не могу такого типа. Игрушки какие-то, ламы дурацкие какие-то. Там эти... Ну, в общем, все это дурацкое. Мне такое не нравится такого стиля. Ладно, поехали дальше. Вот печка-буржуйка для обогрева помещения. А вот, интересно, кресло-каталка допотопная такая, как трехколесный велосипед. Здорово они придумали. Так, тут еще одна кухня. Вот здесь вот точно они растирали, наверное, какое-то зерно. Это решетка, на которой, может быть, они хлеб в печку ставили. Это похоже на терку на какую-то. Что-то они натирали. Возможно, картофель, чтобы делать драники. Так, тут кувшинчик, тут большой таз и вот здесь огромная, огромная печь. Вот она, эта печь. Тоже все прокопчено здесь, конечно же. Стена прокопченная. лестницы, которые шли вот туда, вот наверх, 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 и вот в ту дверь они выходили. Вот здесь кое-какие медицинские инструменты, тетрадка с записями и портрет доктора, который в 1940 году работал в этом монастыре. Он лечил монахинь. В этой комнате стоит клавесин. Ну, я думаю, что это клавесин, судя по размерам и форме. и очень маленькая клавиатура для фортепиана. Нет, ну, может, его из Европы привезли. Хотя, я не знаю, может быть. Камер здесь лежит на полу красивый. Хотя и под стеклом отсвечивает. Да, здесь написано, что это пиано было куплено в Лондоне и имеет 68 клавиш и было построено Джорджем Астером между 1798 и 1814 годами. Подожди. Так, еще одна кухня. Опять печка. Опять лестницы наверх. Здесь вот печка поменьше с такими кувшинчиками, как они называются. о, смотри, вот эта штука, я сейчас поняла. Вот она. Ну, решеточка вот эта, которая для хлеба или для чего, я не знаю. так ее просто ставили на ней сковород, что ли? может быть, чтобы, да, не остывала еда. Да, здесь тоже красивая посуда, скорее всего, импортированная из Англии, а стена здесь вот такого желтого цвета. очень тоже красивый цвет. Так, а здесь кровать и ночные горшки во всей своей красе, ночные вазы, вернее, их называют так. Это умывальник и щеточки, чтобы чистить себе руки, наверное, не знаю, что. И вот здесь педричка стоит красивая тоже. Наверное, из Англии. Такой вот узор из Англии, наверное. Так, вот красивая дверь. А тут написано божьи служанки, но, наверное, по-русски лучше сказать божьи невесты. Это про монахинь, которые здесь были. И вот написано монахиней, ставшей эмблемой монастыря Святой Екатерины, несомненно, является блаженная Сор Анна де Лос Анхеле Монте А Гудо из Арекипы. Годы жизни 1603-1686. Сестра Анна с трех лет получила образование у монахинь собора Святой Екатерины, а в подростковом возрасте предпочла монастырскую жизнь и преданность Богу, а не прислушивалась к желанию родителей выйти замуж. Ну вот интересно, что она является блаженной. Блаженная это по-русски как бы ну ненормальная. Так, еще красивая мебель и еще мы походили по этому монастырю. я пофотографировала арки, через которые видно цветы, небо, во, апельсиновое дерево, обвешано апельсинами или это мандарины, мандарины, наверное, такие грозди висят. Тут вот тоже арочка изумительная. Во, какой вид. Ну просто хоть открытку делай. Вот такие вот виды в этом монастыре. Ох, цветов, цветов сколько. Вау. Вот. Ну прелесть, конечно, мы так, я так рада, что мы сходили на экскурсию в этот монастырь. в том, что мы сходили. вот такой милый садик есть в этом монастыре а здесь дерево какое-то срубили и положили красота красота просто львиный зов растет а здесь уже цвет не кирпично красный такой темно-красно насыщенный и с этой стороны особенно видно какая какая бархатная кажется краска то что стены припорошились пылью создает эффект бархатной краски этот улиц этот дворик называется калле гранада калле это улица гранаты там была улица севильи здесь вот улица гранаты вот какой здесь кактус растет чудесный раз чудесных другие деревья и видно вот тот серый купол восхитительный и превосходный отсюда видно вершину той горы жалко что здесь нигде нельзя залезть на крышу еще лучше вид вот эти колючки ужасные зачем они делают непонятно кто здесь полезет через забор тоже непонятно здесь вот тоже дворик с кактусами разными и кстати вулканической породы камнями здесь ведь три вулкана возле реки по реки по ну вот какой толстый кактус разве это не прелесть так тут фонтан с рыбками да симпатичный фонтанчик ну-ка рыбки какие-то золотые до золотые рыбки золотые рыбки маленькие все таки удалось залезть на крышу отсюда видно отсюда видно и крыши самого монастыря вот они эти восхитительные горы и вот там менее восхитительный вулкан сейчас подожди вот это вот очень необычная крыша то есть все здесь крыши либо черепичные либо плоские да все таки удалось мне забраться на крышу одного здания и вот такой красивый я увидела пейзаж вулкан пальма вот эта комната называется конфессионная сюда садилась монашка а там с той стороны сидел священник и монашка ему признавалась в чем она согрешила съела лишний кусок за обедом или подумала о чем-то непотребном вот еще несколько расписных стен корзины красивые с фруктами и совсем тут тоже роспись на стенах а тут такая металлическая штука я не знаю как она называется вот так вот так что это значит это нужно зайти сюда куригу он плоску или или парень